Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о Вечном». Вдвойне рад сегодня. Маленькое чудо гостей нашей сегодняшней передачи, нашего эфира, является Рина. И я должен сказать, что… Прежде всего, давайте, Рина, я с вами поздороваюсь. Приветствую вас, Рина, здравствуйте. Здравствуйте. Рина, вы не просто… Рина, Рина – это на иврите «радость», вы не просто «радость», но вы говорите с нами из земли, которая сама по себе суть этой земли – «радость». Откуда вы? Где вы сейчас? Я сейчас в Башкелоне. Вы сейчас в Башкелоне, в Израиле, можно сказать, недалеко от сектора газа, правильно? Недалеко. Как далеко вам до сектора газа? 16 километров. 16 километров. Сколько секунд летит ракета? 10. С момента, что есть сирена, у вас 10 секунд спрятаться, правильно? Да. И вы находитесь сейчас, вы говорите со мной, но тем не менее вы находитесь в специальной комнате, которая есть практически в каждом доме в Израиле, но особенно в городе Ашкелоне такие дома должны быть, то есть даже такие защитные комнаты должны быть. Как это называется комната? Называется Мамад. К сожалению, не в каждом. Это дома более новой постройки, это дома более привилегированные. До сих пор очень много людей вынуждены бегать при каждой сирене на лестничную площадку с детьми, со стариками. То есть мы еще хорошо устроились, но, к сожалению, не все ашкелонцы пока имеют такую возможность. То есть это дом, который в случае ракетного обстрела имеет комнату, в которой особые стены, которые не пробиваемы ракетами. В обычном доме это лестничная площадка, которая является центром дома. А мне казалось, что в каждом доме есть также специальные комнаты защиты от ракетной или химической атаки. Нет, далеко не в каждом, к сожалению. Есть иногда подвальные убежища, но очень недисциплинированно в них хранят велосипеды, всякие там подсобные дела. Это оставляет желать лучшего, наша подготовка к ракетным атакам, к сожалению. Народ у нас безалаберный, еврейский. Но наш. Но наш. Я должен сказать, что вот когда я сказал, что я вдвойне рад, это не только потому, что вы в Ашкелоне, в замечательном городе, в прекрасном на море. Я уверен, что многие наши адеситы или одесситы, как они, наверное, произносят, были бы очень рады посетить ваш город, увидеть ваши пляжи, замечательных людей, которые там живут. По-моему, там, кстати, грузинская община, нет, в Ашкелоне, если ошибаюсь? Там много грузинских евреев было в мое время. Здесь очень интернационально, здесь весь букет. Весь букет, замечательно. Но я должен сказать, что когда вот мы с вами, так сказать, пересекли в социальных сетях, я даже не помню сейчас, каким образом, я пригласил вас выйти, так сказать, в эфир вместе со мной сегодня и рассказать о своей судьбе. Я сказал, вот вы знаете, вот то, что вы мне говорите, что вы были военным адвокатом, то есть вы были, по сути, в прокуратуре военной, то есть вы должны были судить американских солдат, да, я так понимаю, которые нарушали закон в условиях военного времени. Я до таких высот я не поднялась, я только помогала солдатам со всякими административными делами, неуголовными. Я не была уголовным защитником, но было много административных, семейных, дисциплинарных, неуголовных дел, с которыми я, да, помогала. Но в любом случае, вы адвокат, которая служила в американской армии во время войны в Ираке. И тут я сказал, вы знаете, я когда-то, помню, я говорил с замечательной девушкой, которая была адвокатом и служила в Ираке. И при этом я спросил, Рина, у вас было когда-то какое-то другое имя? И вдруг оказалось, что мы с вами знакомы. Это, получается, у нас с вами сейчас дежаву. Представляете, какой маленький мир? Да. Это удивительно. А вы помните, как вообще произошло? Вы позвонили мне или как? У нас была удивительная беседа. У меня осталось очень теплое впечатление. Я многие годы держал ваш телефон в своем, так сказать, телефоне. Ваш номер телефона был у меня. И я думал, вот что с вами, вот как ваша судьба? Буквально мне было интересно. И вдруг мы соединились. Вы помните, как вы позвонили мне тогда? Почему? Ну, наверное, может быть, я хотела задать вам какой-нибудь вопрос, по «Недельной главе Торы», потому что пока я была в этих разных местах, в Ираке, в Германии, в Техасе, это было как бы единственной такой связью с регулярно «Недельной главой Торы». Это было очень кстати. Что было? Везде, куда бы меня армия не забрасывала. Ваша программа про «Недельную главу Торы». А, неужели? Где она была? Где она была? Сначала она была на русском радио. Да. Потом она была где-то в интернете, но где, я не помню. Вот это потрясающе. Вот смотрите, вот это просто, вы мне сейчас, так сказать, бальзам на душу. То есть иногда так вот сидишь и говоришь, и думаешь, кто вообще слышит, не слышит. Оказывается, вот американская, так сказать, солдатка, можно сказать, военнослужащая в Техасе или в Ираке могла слушать «Недельную главу Торы». Удивительно. Скажите нам. Это всегда было, так сказать, большой радостью встретить в армии других евреев. Нас там мало, но каждый, так сказать, торчит. И у нас, когда я была в Ираке, у нас был Седр, у нас была служба Рошашана во дворце Саддама Хусейна. У меня даже есть фотографии. И каждый раз, когда мы собирались для чего-то еврейского, это было очень классно. Кстати, в этом же дворце Саддама Хусейна я нашла трон, который ему сделали палестинцы в Иерусалиме. Там изображена мечеть Аль-Акса, и я попросила, мне перевели арабскую надпись вокруг этой мечети Аль-Акса, что-то, значит, благодарность Саддаму Хусейну за его солидарность с делом освобождения Палестины. И я сфотографировалась возле этого трона. Вы знаете, мне трудно скрыть от вас, что у меня есть очень дорогой мне друг, который, ну, просто член моей семьи, который когда-то мы, он был частью нашей организации «Молодежный Рэйдж», и ездил со мной на трипы, потом преподавал английский язык у меня в школе, и сегодня мы с ним работаем вместе, поскольку он возглавляет Барух Колледж Хилл Клаб, то есть он работает со студентами, Илья Братман, который тоже фотографировался у этого самого трона и проводил там в Пейсах. А в каком году? Вот это вопрос. Но с вами не пересекся, нет? Там американцы были долго. Я была там в самом начале, в 2003 году, потом было еще больше в 2004, потом еще больше в 2005. Индивительно. По-моему, возможно, что он был там позже. Рина, расскажите нам, пожалуйста, просто чтобы мы начали сначала. Откуда вы? Я родилась в Москве в семье отказников, очень таких давних и заслуженных, 11 лет. Мы сидели в отказе. Простите, вы так скромно проходите меня на вопросах. Но мы знаем отказников. Как фамилия? Гальдфарб. Гальдфарб. Академик Гальдфарб – это не ваша семья? Нет, тоже был такой академик Гальдфарб, математик. Как зовут академик Гальдфарб? Не помню сейчас, но это был великий математик. Нет, математик нет. Окей, окей. Итак, вы были отказниками 11 лет. И вы, когда росли в Москве, вы уже были дочерью врагов народа, по сути. Да, так и сказать. Да, да. Это было, так сказать, в конце, в середине 80-х годов в Москве это все было еще очень мрачно. Я очень боялась, что я вернусь домой, а дверь опечатана, родителей нет. Нет, а уже с перестройкой все стало как-то посветлее и порадостнее. И с 88-го года я ходила в еврейскую школу. Каждое воскресенье такая воскресная школа. И у нас было очень много всяких еврейских мероприятий. Потом открылась Ешива в Кунцево. Туда тоже все ходили на лекции. Мы ставили пуримшпили. Я до сих пор вспоминаю об этом с большой радостью и с большим удовольствием. Потом вы поехали в Америку. Ну, родители решили ехать в Америку. Меня никто не спрашивал, мне было 13 лет. И вы приехали куда? В какой город? Мы приехали в Стэнфорд, Канэрико. Вот, там я вышла на работу. Меньше чем через месяц после того, как мы приехали, я вышла на работу вожатой в хабацкий лагерь. Подождите, но сколько вам было лет? Тринадцать. Не понял. Тринадцать лет на работу? То есть вы вышли, потому что вы уже были лидером. Вы уже были лидером. Тринадцать лет. Я очень... Я хотела карманные деньги, потому что я обещала своим подружкам в московской школе, что я их не забуду, что я им пришлю каждый по барбе. А потом начался гуманитарный кризис в Москве. Я уже посылала посылки своим учителям там с гречкой, с тушенкой. Но мне очень нравилась эта работа. На самом деле это было, конечно, немножко нелегально. Но лагерь был хабацкий. Там вообще не было американских обычных детей. Там были русскоязычные, израильские дети и, собственно, хабацкие. Там как бы было... Сейчас я вот смотрю на 25 лет назад. Там было много нарушений безопасности. Ну, было все не совсем по закону, но было очень весело и приятно. А вот вы к тому же, я должен сказать, хочу вам дать сразу... Вы какой вы честный человек. Знаете, рассказывает, любитель из Бердичева подходит к еврею в Бердичеве в те годы, 150 или 200 лет назад, и говорит ему... Молодой человек, вы, может быть, не знаете, что сегодня шабос? Он говорит, я знаю. Но, может быть, вы не знаете, что евреи в шабос не курят? Он говорит, конечно, я знаю. И тут он говорит этому курящему человеку... Всевышний, вы посмотри на этого честного человека. Всегда видишь хорошего. Вот так надо. Да, но я должен сказать, что вы, видите, я вам дал, так сказать, подсказку, что вы хотели помочь и сделать, быть лидером других еврейских детей. Говорите, нет, я хотел заработать. Но я уверен, что у вас было и желание, и удовольствие от того, что вы делаете в лагере. Нет, конечно. Конечно. И потом? Потом вы пошли в обычную школу, наверное, правда? Нет, потом я отходила два года в еврейские школы, две. Одна в восьмой класс, потом она закончилась девятой. И я перестала туда ходить, потому что было очень далеко ездить. Полтора часа в один конец. Это в Стэнфорде вы были, да? Да, потому что в Стэнфорде не было Jewish High School. Конечно, конечно. Я ездила в Мамерник, в Westchester Hebrew High. Да. Вот. Там было все замечательно, а потом я стала уже ходить в обычную американскую школу. Melting Part of America. То есть вы вошли, так сказать... Melting Part of America, да. И я вам хочу сказать, что у нас в двенадцатом классе образовалась группа девочек, таких вот заучек и ботаников, все эмигрантки. Кореянка, две сестры китаянки, индуска, иранка и я. И вот мы все, значит, собирались и готовились в университет. Никакой косметики, никаких парис, никаких чего. Вот мы пробьемся, вот мы учимся, и всем хорошо. И вы поступили? Я поступила в Нью-Йорк-юниверситет. Нью-Йорк. Это мечта русского эмигранта поступить в Нью-Йорк. Да. И там я училась в том самом... В очень таком здании с историей, в том числе с еврейской. Это здание... Там была фабрика, Triangle Short Waste Factory. И в 1900, по-моему, одиннадцатом году там произошла страшная трагедия. Там произошел пожар. И с восьмого, девятого и десятого этажа много очень девушек побросалось вниз, которые там работали, потому что не соблюдались правила техники безопасности, не было достаточно длинных пожарных лестниц. Но это как бы подтолкнуло профсоюзное движение, в котором участвовало очень много евреек. И там до сих пор висит мемориальная доска, все студенты кладут цветы каждый раз в годовщину. Вот в таком историческом здании я посещала лекции. Около Вашингтон-Сквайр-парк. И после того, как вы закончили Нью-Йорк, имеется в виду, вы получили bachelor degree, очевидно. В какой области, кстати? Политология. Политология, конечно, потому что хотели пойти в лоу-скул. То есть это те, кто хотят, так сказать, стать юристами, исполнить заветную мечту еврейской мамы, то идут обычно на политологию. И вы сделали это и поступили в лоу-скул. Правда? Да. Это чудо. Это чудо. Поступили в лоу-скул, это чудо. Для девочки из Москвы, которая в 13 лет приехала, вы должны были взять английский на таком уровне, чтобы сдать хорошо и сойти. И вы это сделали. Поступили в какой лоу-скул? Фордом университи. Фордом университи. Это, ну, что говорить вообще. Это тоже супер. Это супер. Вы поступили туда, и вы его закончили. Казалось бы, перед вами теперь все возможности исполнить свою американскую мечту, пойти работать в некое такое рабство обычное, которое сначала входит на, так сказать, на правах junior partner, или как их называют, ну, не junior partner, а просто на правах, так сказать, рабочего. И работают, и отрабатывают свои первые годы люди. Нет, это никогда не было моей мечтой. Вы туда не пошли. Вы не пошли. Я никогда туда не хотела. Я всегда хотела заниматься полезной обществу работой. И так как я с 18 лет служила в резерве армии США, то я уже хотела служить активно. Если бы меня не взяли в армию, я бы пошла в прокуратуру. Но я никогда не хотела в частную фирму. Пусть они все эти радости себе забирают. Тем не менее, вы пошли на лоу-скул. Вы могли поставить social worker или могли пойти кем-то еще. Но вы выбрали именно легальную профессию. Ну, да, потому что мне нравится четкость, мне нравится организованность, мне нравится все по полочкам, мне нравятся прецеденты. Мне это все нравится. Вы нам нужны. Вы нам нужны сегодня здесь. Такие люди нам нужны. И как же вы попали в армию в Рак? Ну, я после, значит, лоу-скул меня взяли в первую бронетанковую дивизию в армии США, 1st Armour Division. Ее штаб-квартира находилась тогда в Германии. Я переехала в Германию. А через полгода, после того, как я туда переехала, начался Ирак. Я попросилась, чтобы, не дай бог, без меня никто не уехал. И в мае 2003 года мы вкатились в Ирак. Я ехала, значит, мы сначала приехали в Кувейт, а потом мы три дня ехали до Багдада конвоем из там 50 грузовиков и всяких других машин. То есть... Я вела... Да? Я вела хамвей, так сказать. Вы были за рулем. Я была за рулем. Где-то треть этого конвоя я провела за рулем. Вы были за рулем. То есть мы говорим с героиней, которая, я бы сказал, освобождала Ближний Восток от Саддама Хусейна. Я вас прошу, зачем столько патетики? Ну, слушайте, мы должны знать просто, так сказать, страна должна знать своих героев. Вот. Как бы, если бы... Если мы перейдем как бы на сегодняшние реалии, в честь кого можно назвать, например, базы армии США, не существует нехватки героев, в честь которых можно их назвать. Например, в той же войне у нас есть Лори Анпестова, которая отстреливалась от иракцев, которые пытались ее взять в плен, отстреливалась, отстреливалась и погибла. Хопи-индианка, мать-одиночка, двух детей. Вот когда-нибудь я надеюсь, что у нас будет форт Пестова. Ну и как минимум мы можем рассказать о ней, рассказать о многих других. Я знаю, например, один из моих учеников, в моей школе Синай, был эмбуш в Самаре. Он тоже из Кувейта переходил границу, и они оказывались в Самаре и попали в окружение. То есть я на самом деле тоже среди своих учеников помню, что это было не так просто, как кажется, ехать в этом конвое. Некоторые машины тоже попадали в сыне, и было все не так просто. И вы ехали в этом конвое. До того, как я даже, видите, до того, как я даже прикасаюсь к этому вопросу, вам было страшно, когда вы туда поехали? Вы не спрашивали себя, а что я там делаю? А как я вообще сюда попал? Нет, нет. Знаете, это то, как говорят по-русски, молодой дурной. Когда ты так молод, ты еще не задумываешься о том, что с тобой может случиться что-то неприятное. Я спросил вас, потому что мой сын, один мой сын сейчас служит недалеко от вас на границе с газой парашютистом, а другой служил в Голлане на границе с Ливаном из Сирии. Значит, вы папа Голландчика. И его забросили в Ливан. Я рассказываю военную тайну. Сейчас его забросили в Ливан с его взводом. И они лежали там в засаде, так сказать, ожидая террористов. И они должны были лежать в этой засаде неделю не двигаясь. То есть они лежали неделю. И вот он мне сказал, что у него возник этот вопрос. Как-то вот он из Бруклина. Где он оказался? Потому что он лежал. Но у вас таких мыслей не возникало? Нет. Я хочу вас сейчас поздравить с тем, что в свет вышла ваша книга. Я хочу, чтобы все наши дорогие слушатели были с нами. И я хочу, чтобы они уходили. Потому что сейчас речь пойдет о удивительной книге, которая вышла, прежде всего, по-английски. Я правильно понимаю? По-моему, и по-русски тоже. В которой вы рассказываете о свече в Ираке. Правильно? Как это называется? Не просто свече. Она называется «Субботняя свеча в Ираке» или «Операция Микки Маус». То есть «Субботняя свеча в Ираке». Вы представляете себе? Вот эта книга. Итак, друзья, мы вернемся к вам сразу же после рекламной паузы. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Диалоги о Вечном». И сегодня с нами ветеран войны в Ираке Рина. И мы через мгновение сейчас скажем замечательную ее фамилию Рина Гонзалес Гальего, которая является автором потрясающей книги «Субботняя свеча в Ираке» или «Операция Микки Маус». Я вижу эту книгу перед собой. Я вижу такую молодую девушку в шлеме, где-то в пустыне и с ружьем в руках. С автоматом или с ружьем. Это вы? Я вижу вас действительно. Это я. Это «Кувейт». Если вы заметите, в автомате нет магазина. Так что это еще «Кувейт». Вот я поэтому не разобрал. Думаю, автомат или ружье, да? Да. Итак, это автомат, с которым… Обычный М-16. И расскажите, пожалуйста, о чем эта книга? Эта книга, ну, прежде всего о людях, которые там оказались. И не только о них, там иракцы тоже регулярно появляются, и не только как как бы оттеняющие персонажи. Но, конечно, это в основном книга об американских солдатах и их семьях, которые оказались в этом, так сказать, горниле. Где, чем труднее ситуация, тем лучше выплавляются разные человеческие характеры, тем их виднее, чем экстремальная ситуация. Вот. Так что там просто это сборник рассказов, которые… Я мне даже ничего особо не пришлось придумывать. Я списывала истории из тех, кто меня окружал. Я спросил у вас, как мы с вами познакомились тогда, 20 лишним лет тому назад, и вы сказали, очевидно, это было о недельных дабитториях. Но я сейчас вспомнил, как я обратился к вам и почему. Я увидел, что какие-то были комментарии на тему, может быть, американской политики или еще что-то, и вы вдруг рассказали в одном из комментариев какому-то обсуждению, не помню какому, о том, что когда вы летели в вертолете над Ираком, по вас стреляли. Да. Бывало такое. Было дело. Да. Что это, что произошло? На самом деле началось все с того, что у вертолета упала стенка. Просто вертолет был плохо сконструирован, плохо собран, и отвалился кусок стены. Может быть, там и раньше стреляли, но я это стала замечать только когда нет стенки. Естественно, ветер, все летит, этот жуткий гул прямо в уши, я только вот держу эту коробку с документами и автомат, чтобы его не уронить, не дай бог. И вот, ну, стреляли, да. Это было не так страшно, как когда стреляли с моста. Вот ты ведешь машину под мост, и с моста в тебя, значит, пуляют. Это вы имеете в виду уже в Багдаде или в разных... Это в Багдаде. Это все в Багдаде, да. То есть вы прошли. Расскажите нам, вот если я вот спрошу вас тогда, а вот то, что лично вы пережили, какой был момент, когда вот вы почувствовали, что это опасно? Ну, как бы опасность там висела в воздухе. Ты не знал, откуда она тебя клюнет в следующий раз. Может быть, с моста, может быть, заминированный мусор на дороге. Может быть, твой вертолет собьют. Ты как бы привыкал с этим жить, и все. Скажите, пожалуйста, вы назвали свою книгу «Субботняя свеча в Ираке». Почему? Ну, потому что я там зажигала субботние свечи каждую пятницу, и это было очень умротворяюще, очень успокаивающе. Но, собственно, рассказ, где фигурирует субботняя свеча, это рассказ о том, как для меня была самая непосредственная опасность за все мое время там. И она происходила не от эракцев, она имела своим источником другого солдата, который просто сошел с ума и взял меня в заложники. Расскажите, пожалуйста. Вот, это там все описано. Значит, он должен, он хотел, чтобы ему дали отпуск, вернуться в Штаты и опротестовать то, что его дочь готовились отдать на удочерение. Он с кем-то переспал, без брака, эта женщина родила, она плохо за ребенком следила, и власти Штаты захотели отдать эту маленькую девочку на удочерение. А мой клиент-солдат хотел это опротестовать. Он слишком поздно об этом узнал, слишком поздно спохватился, ему никто не сообщил. И я не добилась, так сказать, для него этого отпуска, и я не добилась от суда, чтобы они немножко повременились с этим слушанием. Потому что я не могла сказать этому суду, не помню, в каком там южном штате, когда именно он вернется, когда именно его отпустят. Я сама этого не знала, этого никто не знал. Вот, и он слетел с катушек, он приставил мне нож к спине и так вот подтолкнул меня к ограде балкона. Там, ну знаете, это вот ближневосточная постройка, такие огромные балконы, на которых все спят. Там можно было мангал поставить, там было много места, и вот мой офис выходил на такой балкон, и он меня вот так подтолкнул. И это была как раз пятница, как раз вторая половина, значит, пятницы. Я уже зажгла эту свечу, и человек, который отговорил его меня убивать, потом мне сказал, что каждый раз, возвращаясь в пятницу на Базу, он высматривал мою свечу. Он не еврей, он афроамериканец, черный как сапог. Но вот моя свеча для него что-то значила. Вот такая вот история. Объясните, она ему значила почему? То есть это было символом того, что он спас вас всю жизнь. Вы зажгли свечу, потом... Да, я ее зажгала каждую пятницу. Каждую пятницу он ездил куда-то, но как-то, как любая поездка была опасная, он уже знал, что когда он возвращается на Базу, он видит эту свечу, что все, опасность миновала, на Базу он вернулся. А, он видел вашу свечу из окна в пятницу. И для него это было сигналом, что все в порядке. Да. Шабад шалом своего рода, это был для него шабад шалом, субботний мир. Да. Вот так. Скажите, и вот вы, сколько лет вы были в Ираке? Нет, какой лет? Я была в Ираке семь месяцев всего. Ну, достаточно, вы были семь месяцев, потом вернулись в Штаты. Потом вернулась сначала в Германию, потом в Штаты. А отслужили всего сколько лет? Всего в активной службе три. Три года. Ну, слушайте, это срок. Отслужили три года. И, ну, казалось, опять-таки, на этот раз могла быть у вас такая блестящая карьера адвоката, ветерана войны в США. Так получилось? Ну, да, за исключением того, что у меня специальность была очень узкая. С этой специальностью можно было работать только в Вашингтоне. Это Freedom of Information Act, закон о свободе информации, по которому, значит, правительство должно быть прозрачным и подотчетным избирателем. Закон очень хороший, и, слава богу, что он зубастый, и, слава богу, что он есть. Но просто специальность очень-очень узкая. Я прочла много чего интересного на этих, на самом деле, двух работах, потому что я начала в Министерстве юстиции, потом я перешла в Министерство национальной безопасности. Вот. Так что, да, работа была хорошая. И это вы уже работали в этой области в Вашингтоне после армии? Да. Я правильно понял? Окей. Итак, тадададам. Как вы оказались в Ашкелоне? Вот. Ну как? Я... Сначала я вышла замуж. Потом я родила. Я ушла из армии под тем соусом, что я родила, потому что правила в армии такие, что могут мобилизовать, когда ребенку три месяца и больше. Вот. А потом я поняла, что мой ребенок аутист, а в Израиле лучше с этим делом. И поэтому мы поехали. То есть вы поехали в Израиль как раз ради вашей девочки? Да. Я всегда об этом мечтала, но как бы это меня подтолкнуло. Вот вы знаете, это удивительно. Удивительно. Я хочу признаться тоже в радио, что у меня есть по радио открыто то, потому что у меня тоже есть ребенок с SCP, то, что я скажу, да. И мы долгие годы здесь с ним, так сказать, помогали ему и старались все для него сделать. И пришли к точно такому же выводу, как и вы. Поэтому последнее время он там, и наша семья, так сказать, живет на два фронта, если можно так сказать, и здесь, и там. Но то, как в Израиле относятся к детям, и то, какие до них созданы условия в Израиле, удивительно. Казалось бы, нищий, окруженный врагами Израиль и процветающая богатая Америка, ничего близко не лежало. Как это вы понимаете? Почему? Я это объясняю так, что в Израиле научились ценить каждого человека. В Америке в этом нет необходимости. Они снимают сливки со всего мира. К ним едут здоровые, молодые, мотивированные мигранты отовсюду. Им нет необходимости ценить каждого человека. А в Израиле она есть. И я подумала, что если там моя дочь останется одна, она будет беспомощна, пусть о ней заботятся ее братья и сестры евреи. Мне, знаете, что кто-то сказал когда-то, я не знаю, сколько это правда или нет, правда, это имеет отношение именно к вашей легальной профессии, что в свое время в Америке в подобного рода institutions, то есть в домах для больных детей или беззащитных людей, наблюдались определенного рода слово abuse, не знаю, как сказать по-русски. Ну, это не совсем так, но определенного рода нарушения в отношении к этим беззащитным людям. И потому американцы считают, чтобы лучше они жили дома, или в маленьких домах под присмотром, нежели в больших организованных для этого домах. В то время как, конечно, в домах, если хотеть, можно создать совершенно другие условия. Потому что там больше коллектив, больше людей, больше там, может быть, бассейн, там может быть большая армия людей, которая помогает. В этом разница или действительно в ценности человеческой жизни? Я думаю, что в ценности человеческой жизни. Вы знаете, у нас есть такой замечательный генерал Оран Альмог. Конечно. Он создал больницу или место Алея, в котором находится мой ребенок. Да, ну, его у него тоже был сын, сын уже умер. И англичане хотели предъявить ему обвинение в военных преступлениях, но кто-то его предупредил, он не вышел в Лондоне из самолета и так улетел обратно. Так что не получили они его. Да, кого уж на самом деле можно было бы в военных преступлениях обвинять, кстати, и на протяжении всей истории. Но возвращаясь к вам, вот для меня Израиль, это, я признаюсь вам, совершенно особое место, которое я с момента, что я ступил с трапа самолета, ощутил дома. Я в Америке прожил больше времени, чем в России, и в Израиле вместе взятые. Но домом я почему-то всегда считал и считаю только Израиль. А какого у вас отношения? Москва, Нью-Йорк, Ашкелон? Точно не Москва. Ну, конечно, Нью-Йорк. Конечно, Нью-Йорк, но как бы Ашкелон тоже, потому что Нью-Йорк – это дом для всех, а Израиль – это дом для евреев. Ну, а ваш дом все-таки больше Нью-Йорк? Да, потому что я же там прожила больше, чем пока что в Израиле. Когда я тут наращу всякие воспоминания и всякие связи, то, конечно, будет Израиль больше. Замечательно. Скажите, по-моему, у вас есть две книги, если я не ошибаюсь. Одна книга – это «Свеча на снегу» и… Не, простите, «Свеча…» Нет, это не было. Простите, не-не-не, да, это есть другая книга «Свеча на снегу» и моего друга. Это «Субботняя свеча в Ираке» и вторая книга. И вторая книга «Город на холме». Что это? Это такой, в общем, эксодус для XXI века. Это джанр, который я называю «Zionist heroics». Ну, это семейная сага с элементами детектива, с элементами взросления, то, что называется по-немецки «Бильдунгроман», то есть «coming of age story». Ну, основной, конечно, эта семейная сага, она распространяется на много стран и там четыре поколения, но основное действие происходит в Израиле на рубеже XX-XXI веков. Это билетристика, так сказать, это ваш рассказ, или это о том, как вы стали сионисткой? У меня там ничего нет. Зачем? Вот, это, конечно, билетристика. О том, как люди переезжают в Израиль, сегодня в «Город на холме». В свое время президент Рейган, помните, ну, когда мы жили, помните, он же говорил, это мечта американца, «Город на холме». Это, кстати, Тель-Авив. Между прочим, «Город на холме» – это и есть Тель-Авив. Это холм весны. Холм весны. Но в этом смысле это как бы надежда на то, что мы построим храм. На самом деле, это идея совершенства человека, человечества, исправления мира. Это как бы мессианская идея еврейского народа – нести свет в мир. Да. Ну, во-первых, Рейган это сказал не сам. Он это взял у пуританского проповедника Уинтропа из 1600 какого-то года. И вот Уинтроп как раз имел эту идею построить общину, на которую все будут смотреть и славить Господа. Но я под городом, собственно, на холме, я имела в виду Хеврон. Потому что я считаю, что евреи совершенно мало, недостаточно придают значение этому городу. Это такая же святыня, как Иерусалим. Это колыбель нашего национального наследия. И меня поражает, сколько израильтян не было в Хевроне и удивляются, почему они должны вообще туда ехать. А вы знаете, когда я приехал в Израиль, то буквально через пару дней познакомился с замечательным человеком, мальчиком, которого звали Илья Гутавгер. Вам что-то им это говорит? Конечно. И я познакомился с его папой. И я познакомился с его папой, Пенсионом Тавгером, который написал книгу «Мой Хеврон». Знаете эту книгу, нет? «Мой Хеврон». Ты бы знаете эту книгу. И как папа и мальчик рассказывали мне, как они вдвоем ходили и искали в этих... Поэтому это были герои, которые ходили одни, невооруженные, по этим арабским улочкам и искали, где же здесь была когда-то синагога Авраама Вину, которую рабы разграбили, людей там убили и сделали из нее, так сказать... Конфетку. Мусор, в общем-то. А, да. Рабы сделали мусор. Нет, в тот момент, когда они туда нашли, то там, там, так сказать, осел или что-то такое, там просто держали животных. В этом месте они держали животных. И пришел Тавгер и говорит, это наша. И без оружия, без ничего ему удалось говорить арабы, отдать эту землю, это место. И поэтому площадь перед синагогой, исторически удивительной синагогой Авраама Вину, нашего прадца Авраама, называется площадью Тавгера. А это был профессор физики, крупнейший советский профессор, который стал потом профессором Иерусалимского университета, начал соблюдать заповеди Торы, своего сына отдал в Ешиву. И этот сын пригласил меня учиться вместе с ним, и он был человеком, который повел меня по дороге изучения Туру уже в Израиле. Поэтому я связан с Хевроном и с семьей Тавгера вот с момента моего приезда. А ваша книга о чем? Так о чем же ваша книга? О городе на холме. Ну, она там, ну, как бы о вечном, о том, ради чего жить, о том, как любить. Как любить... Так как же, расскажите. Вот мы вот это, вот это, вот именно это мы хотим услышать от вас. Вот. Вот вы же юрист, да? Вы юрист, вы любите четко, ясно. И, конечно, это сложные темы, и на них, может быть, невозможно вообще ответить. Однозначно. Но я как раз и хотел нащупать, обратить внимание, в нашем интервью я спросил вас, а во имя чего вы пошли в лагерь? А во имя чего вы пошли в армию? А во имя чего вы переехали в Ашкелон? Правда? И как же вы отвечаете на ваши вопросы во имя чего жить? Ну, я... Себе я отвечаю, что я исполняю свой долг. И мне от этого хорошо. У меня два инвалида. Я за ними ухаживаю. Если я могу сделать что-то для еврейского народа, кроме них, я стараюсь, и я рада. Вы героиня, еще раз я вам говорю, героиня и как ветеран иракской войны, и то, что вы сделали, и ваши родители-герои, которые пробивали брешь в железном занавесе. Но вообще царь Давид сказал нам «Ивду эсхашем бе симха». То есть служите Всевышнему с радостью. Когда вы служите людям, нуждающимся людям, это не потому, что нужно служить с радостью, а потому, что сама служба, она настолько осмысленна, что человек вознаграждается радостью исполнения долга. То есть радость приходит человеку, исполняющему долг. Приходит. Приходит. Как вы себя чувствуете в Израиле? Хорошо. Мне большая часть того, что тут есть, очень нравится. Несмотря на балаганы и демонстрации, и что здесь только... Я рада, я рада, что евреи живы, я рада, что они дома. А то, что они несовершенные, то, что они, может быть, не так хорошо контролируют свои эмоции, как американцы, ну, это же моя семья, семью не выбирают. Я должен сказать вам, что и американцы, не все отнюдь контролируют свои эмоции, если вы знаете, что происходит сегодня в нашей стране здесь. Так что, это всем свойственно. Тем более, когда после коронавируса крыша, наверное, у многих поехала, поэтому взрывы, так сказать, после карантина, они происходят как в Тель-Авиве, так и происходили здесь в Нью-Йорке и в других городах. А в Израиле как вы себя чувствуете? В этом плане. В этом плане. У вас есть Натанияу, которого обвиняют, что он не может оставить власть. У вас есть глава русской партии, который с крайнего права крыла перешел в крайнее левое. У вас есть религиозная партия, у вас там тоже непонятно, где вы. Я вам скажу, как голосовала я. На всех выборах, кроме последних, я голосовала за религиозных сионистов. Там они выступают под разными именами, но в основном во главе Снафтали Беннета. А в предыдущую, самые последние выборы я выступала за партию Межпад-Цедек, которую возглавляет жена Игали Амира Лариса, потому что я считаю, что Израиль нуждается в судебной реформе. И Межпад-Цедек единственная партия, которая это озвучивает. В общем, вы поднимаете сейчас еще одну на самом деле невероятную тему. Я лично сказал своим друзьям в Израиле, некоторые из них приехали из Бруклина туда, я сказал им, что если вы голосуете за эту партию, простите, что я вхожу в данный момент с вами в некое несогласие. Я сказал, что вы выбрасываете свой голос, потому что явно никакого шанса здесь нет у этой партии. Вы понимаете сами почему, потому что это вдова-убийца Рабина Игали Амира и там проголосует... Правильно? Как же она вдова? Он живой. Прошу прощения, прошу, вдова. Извините, центральное слово, да. Скажем, жена заключенного Игали Амира, которого пожизненное заключение, и израильское общество в принципе его в целом абсолютно осуждает и говорит, пусть он там сидит, условно говоря, в смысле. Она, конечно, хочет судебную реформу, понятное дело. Судебную реформу на самом деле требуют и настаивают о ней все. На мой взгляд, главная проблема там вообще в том, что судьи выбирают судей. Если у нас здесь в Америке судей назначают президент, а президента могут эти же самые судьи посадить в тюрьму, то у нас есть какого-то рода баланс власти. Это как раз ваш область. А вот то, чтобы судьи были подотчетны самим лишь только судьям, создает, конечно, элиту неподотчетную никому и перекос судебной системы. но я моим друзьям говорил, что если вы выбрасываете свой голос в совершенно неперспективную партию, это все равно, что вы отдаете его арабам. Извините за провокационный вопрос. Вы же понимали, что ваш голос не добавит мандата этой партии, она не имела никакого шанса пройти преодолеть. Да, но мне было важно поступать по совести. Мне было важно делаться с принципа. Я согласен. Я согласен, что вы имеете на это право. Я согласен, что вы имеете право. Но по этому поводу упомяну человека, который голосовал во все предыдущие выборы вместе с вами за религиозных сионистов и зовут его Исраэль Ауман, которого звали когда-то Роберт Ауман. Он нобелевский лауреат по экономике, хотя математик в области теории игр, и основоположник сам системы в теории игр противостояния советской, так сказать, экспансии, то есть он был автором идей военной стратегии против Советского Союза и потом получил Нобелевскую премию по экономике. Он как раз тогда говорил, что когда вы голосуете по совести, то вы голосуете за результат вашего голоса, а не за процесс. То есть с точки зрения теории игр, математически, с точки зрения здравого смысла имеет смысл голосовать так, чтобы ваш голос имел makes a difference. То есть вопрос, какой, если вы могли взять, например, ваш голос, к примеру, и он присоединенный к какой-то партии привел бы к тому, что было правительство полтора года тому назад, неважно, правое или левое сейчас, и у нас была бы стабильность полтора года. А вы проголосовали по совести, но в результате неопределенность продолжилась еще полтора года. Ну, вы имеете право, я просто у нас, как сказать, в споре рождается истина. А почему вы голосовали за религиозных сионистов до того? Потому что я считаю, что религиозные сионисты это авангард еврейского народа, они делают самое правильное дело. Я сама, я светский националист. То есть националист, но светский, светский, но националист. Но так как я солидарна с ними в национализме, поэтому они мой голос получили. Я должен вам, знаете, сказать, вот просто, когда вы говорите, вы мне рассказали о том, как вы еще, будучи в Ираке или будучи в Техасе, слушали недельную главу Торы. Поэтому вопрос, что делает человека светским, что делает человека религиозным, это вопрос очень философский. Поэтому мы еще не знаем, кто более религиозный, кто более светский. Правильно? Кто еще, кто знает? Кто не совершенно верно. Поэтому повода говорит пророк. Придет время, и далекие, и близкие придут. Спрашивают, мудрецы спрашивают, понятное дело, далеким надо прийти, зачем близким приходить? Отвечают мудрецы Талмуды, говорят, потому что придет время, и близкие поймут, как на самом деле они были далеко. И тогда они должны будут прийти. А далекие, оказывается, были так близко. Я хочу вас поблагодарить. И вы, конечно, героиня и нашей страны, и нашего народа. Поэтому вы служили в армии, и продолжаете служить на своем месте в Ашкелоне. Хочется пожелать, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью, как и сказал царь Давид. Служите Всевышнему с радостью. Спасибо вам огромное за интервью. Всего вам хорошего. Спасибо. До свидания.